Кажется, они управляют природой. Налетают облака, ударяют молния и перемещаются в другие измерения. Эта энергия позволяет им путешествовать в мир духов, общаясь с неземными существами. Эти создания действительно существовали физически. В ходе человеческой истории духовные лидеры, известные как шаманы, лечили, защищали и учили. Но устраивают ли они тщательно продуманные церемонии? Или в этих ритуалах есть что-то большее? В какой-то степени шаманы подпитываются от внеземных сил. Многие верят, что в прошлом нашу планету посещали инопланетные существа. Может, это правда? Могли ли пришельцы повлиять на историю человечества? И если да, можно ли найти доказательства этого у магических лекарей, называющих себя шаманами? Северный Китай, 1211 год нашей эры. Через пять лет после объединения языческих племен Монголии Чингисхан вероломно напал на армию династии Цзинь. Несмотря на то, что монгольская армия была значительно меньше, ей удалось уничтожить противника в самой кровавой битве за 20-летнюю историю захватнических войн Чингисхана. К моменту его смерти в 1227 году его империя, занимавшая большую часть Азии, России и части Европы, стала самой крупной в мире. Чингисхан был великим воином. Он создал самую мощную армию в истории, и он поднимался в горы, чтобы общаться с небесными богами и набираться сил перед битвами. Из документальных источников известно, что великий хан использовал магию, чтобы призывать нужную ему погоду, например, грозу с градом, ураганы и торнадо, чтобы обескуражить и покорить врага. Они скачут на битву, и вдруг набегают облака, ударяет молния, льет дождь, туман, идет град, снег. Солдаты не готовы к неожиданному холоду. Они дрожат, замерзают, скользят на льду, и атакующая монгольская армия сметает их. Интересно, что сегодня мы думаем о Чингисхане как о деспоте, безумном и жестоком правителе. А он был правителем и жрецом, то, что мы называем шаманом. В монгольской культуре считалось, что некоторые члены племени могут общаться с богами напрямую, получая доступ к сверхъестественным знаниям и силам. Этих пророков часто называли шаманами. Возможно, Чингисхан, один из самых великих завоевателей в истории человечества, использовал свою связь с божественным, чтобы построить огромную монгольскую империю. Если так, что значит быть шаманом? Тысячи лет в культурах по всей земле шаманов описывали как посредников, поддерживающих связь между людьми и внеземными созданиями. В некоторых культурах их называли лекарями или ведунами. Считалось, что у них есть дар путешествовать в другие измерения и возвращаться с рецептами исцеления, новыми знаниями или предсказаниями для своего народа. Слово «шаман» возникло среди коренных жителей Сибири и переводится как «иметь знания». Шаманы считают, что Вселенная состоит из разных слоев, один поверх другого, и в каждом содержится отдельный мир. И одно из умений шамана — это умение путешествовать между разными мирами в своей духовной форме. Шаманы — это люди, которые посещают другие измерения и ведут переговоры с разумными существами, обитающими там. Возможно, шаманы просто видят галлюцинации, видения, рождённые их разумом. А может, их видения настоящие? Сейчас многие считают их безумцами или шарлатанами, но в древнем мире такие шаманы, как Чингисхан, часто имели огромную власть. Сторонники теории палеоконтакта считают, что истории, которые рассказывают шаманы, могут раскрыть связь с внеземными существами. Копан — западный Гондурас. Эти руины древнего городища когда-то были крупным городом племени майя, который существовал с 400 по 800 века н.э. здесь стоит статуя одного из самых могущественных древних царей, известного как Вашаклахун Убах Кавиль, или по-другому — восемнадцатый кролик. Где-то две тысячи лет назад империя майя переживала свой рассвет. У них был царь по имени восемнадцатый кролик. Кролик для древних майя был символом Луны. Так что восемнадцатый кролик считался воплощением бога Луны. Считалось, что он обладает многими чудесными способностями. К концу его 44-летнего правления восемнадцатый кролик построил семь каменных стел, каждый из которых отображает его общение с божествами. Стелла Копана изображает царя восемнадцатого кролика, стоящего посреди вселенной. Сбоку от него портал в другой мир. Это как бы говорит нам, что, будучи правителем и вождем этого мира, у него также был доступ к другим мирам. Сегодня мы разделяем политику и религию. В прошлом, особенно в империи майя, все было иначе. Чтобы быть правителем, надо было иметь экстрасенсорные способности — быть шаманом. Вы были не только царем, но царем-шаманом. И восемнадцатый кролик, как любой другой царь в династии Копан, и как другие цари вокруг, был шаманом. В соответствии с традицией майя, цари-шаманы, такие как восемнадцатый кролик, связывались с существами из другого мира в процессе кровопускания. Царь майя прокалывал руку иглой. Шаман собирал кровь на листок бумаги. Затем бумагу бросали в огонь, и она начинала дымить. Смотря на этот дым, шаман определял, как им надо поступать, чтобы порадовать богов. Это определялось по дыму от крови царя или правителя. Право занимать трон царя майя, право управлять людьми, получал тот, кто имел возможность связываться с другими мирами. Во время шаманских церемоний он должен был просить богов помочь его народу. Восемнадцатый кролик был очень сильным царем-шаманом. Возникает вопрос, возможно, эти боги были пришельцами? И, возможно, поддержка этих пришельцев делала его таким могущественным лидером? Во всем мире мы слышим истории о том, что шаманы общаются с существами из других миров. Возможно ли, что в случае с шаманами это общение пришельцев и людей? И этот контакт не считается чем-то опасным или странным. Это средство, позволяющее человечеству двигаться вперед благодаря обретенным ценным знаниям. Что, если цари, как восемнадцатый кролик, на самом деле общались с божественными или инопланетными существами? Возможно, внеземная помощь дала им такую власть. Если так, как эти древние шаманы получили такие невероятные способности? Сторонники теории палеоконтакта считают, что ответы могут быть найдены, если изучать часто опасный процесс превращения в шамана. Форт Лодердейл, штат Флорида, 27 января 2014 года. Шаман из Перу устраивает для группы последователей древний андский ритуал. Церемония под названием Деспачо существует много тысяч лет. В Перу Деспачо или Хайвас – это жертвоприношение. Существовали с тех пор, как первые доколумбовые племена сели в Андах и на побережье. Деспачо – ритуальная церемония с почитанием наших звездных предков в космосе, которые руководили эволюцией человечества на планете Земля. Каждый раз, когда я исполняю ритуал Пачекути, открывается портал. Возникает канал между небом и землей. Считается, что через такие церемонии, как Деспачо, шаманы могут попадать в так называемые нелокальные области Вселенной. Это помогает объединить жителей Земли с жителями неба. Если шаманы могут попадать в эти так называемые нелокальные области Вселенной, как они это делают, и кто или что выбрал их связными с внеземными существами. Я стал шаманом, потому что был очень любопытен в детстве. Я учился у двух главных учителей народной медицины, известной как Курандеризму, следование. Мир духов здесь, с нами. Давайте славить их через портал к звездам. Я увидел мир, где обитают видимые, а также невидимые родственники, союзники и духи-помощники. И формирование связей с этими духами-помощниками стало основой моего обучения. Но кто эти духи-помощники? Возможно, они живут в мире, который большинство из нас не могут увидеть. Сторонники теории палеоконтакта считают, что ответы могут быть найдены в истории одного известного шамана-индейца. Горный хребет Бигхорн, Вайоминг. На высоте почти 3000 метров, на малодоступном пике, на который можно подняться только в летние месяцы, находится конструкция, известная как шаманское колесо Бигхорна. Огромный круг из камней 22 метров в диаметре состоит из 28 лучей, символизирующих лунный цикл. Сверяя положение камней с парадами планет, ученые смогли определить, что конструкция была создана примерно в 1200 году н.э. Хотя это место считается святым для 60 индейских племен, до конца неизвестно, кто создал шаманское колесо. Шаманское колесо Бигхорна важно для многих племен, потому что оно связано со многими традициями, знанием о силе звезд, о церемониях. Из преданий племени Кроу известно, что в 19 веке юный вождь Красное Перо посетил шаманское колесо, и это определило его судьбу. Он стал могущественным шаманом и вождем. Шаманское колесо связано с определенными созвездиями, которые являются своеобразными воронками между некими звездными и земными энергиями. Шаманское колесо рассказывает нам об определенном месте и определенном времени, когда звездные, земные и человеческие энергии соединяются вместе. Во времена, которые племя Кроу назвали поиском миссии, Красное Перо встретился с загадочной расой существ, которых он назвал маленькими людьми. Он сказал, что его посетили маленькие люди, которые забрали его внутрь Земли в какую-то воронку, в пространственно-временной туннель. Там они обучили его секретам медицины. О маленьких людях очень много историй в преданиях индейцев по всей Америке. Маленькие люди прибыли с другой планеты, и они играют с людьми. Но они также защищают их, обучая даже через игру. Возможно ли, что этот лекарь на самом деле встречался с пришельцами, которые обучили его секретам медицины, а затем вернули в племя? Эти истории не возникли в фантазиях наших предков. В каждой из историй есть доля правды. Действительно ли эти существа были пришельцами? Существовали ли они физически воплоти? Конечно. Эти существа были источником знаний. Возможно ли, что истории о шаманском колесе рассказывают о контактах с пришельцами? Может быть, именно тут шаманы, как и Красное Перо, черпали мудрость у неземных существ? В культурах всего мира есть легенды об инициации шаманов, проводимой так называемыми духами. Часто процесс описывают как опасный. Говорят, что некоторые хиллеры получают знания против своей воли. Когда шаманы рассказывают о своей жизни, они обычно не говорят «я решил стать шаманом». Хиллеры не выбирают свою профессию. Их выбирают духи. Шаманы обычно призывают. И обычно у шамана есть какое-то увечье. Это может быть какая-то странная болезнь, удар молнией, эпилептические припадки, несчастный случай, что-то, что травмирует человека, после чего он уходит в себя. Это непросто. И мало кто, зная об этом заранее, хотел бы пережить такое. Если духи выбрали вас, вы либо умрете, либо останетесь калекой, либо станете шаманом. Вариантов немного. Когда вами овладели духи, вы можете на время сойти с ума или заболеть, а затем вы переживаете галлюцинации, при которых можете ощущать, что ваше тело рвется на кусочки, а потом собирается снова. И когда вы собираетесь снова, у вас появляется возможность путешествовать через время и пространство. Почему так много шаманов верят, что они были избранны и физически изменены духами? Некоторые сторонники теории полеоконтакта считают, что ответ можно найти, если изучить сходство между тем, что пережили шаманы, и историями о современных похищениях людей пришельцами. Люди, которые верят, что их украли пришельцы, рассказывают об имплантах, внедренных в их тела инопланетянами. В обрядовых культурах, в шаманских культурах есть точно такие же истории, только там считается, что людей крали духи. Сходство между историями очень заметно. Они очень-очень-очень впечатляют. Возможно, вы находитесь в контакте с каким-то пришельцем, и, находясь в состоянии, в котором бывает шаман, вы получаете почти неземные силы. Что, если шаманы получили свои загадочные силы после того, как были похищены пришельцами? Возможно, это поможет понять, почему шаманы утверждают, что имеют доступ к другим измерениям и мирам. Быть может, ответ будет найден в странных и мощных видениях, которые посещают шаманов Амазонки. Джунгли Амазонки в Перу тянутся от Ант до восточных берегов Бразилии. Этот дождевой лес дом для 80 тысяч живых существ и растений. Многие из них использовались местными шаманами и лекарями тысячи лет для того, чтобы перемещаться в миры, населенные духами. На берегах Амазонки в обязанности шамана входит не только перемещение в другие измерения и общение с духами, но и поиск земных растений, которые вылечат людей из его племени. Жители бассейна Амазонки верят, что каждое растение в джунглях обладает собственным духом. И один из даров шамана это возможность общаться с духами растений. Созданное шаманами центральных ант Южной Америки Айяоска, что значит лиана духов, это психоделический напиток, который состоит из двух видов растений, сваренных в воде. Этот напиток шаман пьет, чтобы перейти в мир духов, чтобы получить информацию о болезнях, чтобы увидеть будущее, чтобы вылечить какого-то человека. Мы знаем историю Айяоски, потому что археологи нашли в лесах артефакты, созданные 3-4 тысячи лет назад. Но это только то, что сохранилось. Возможно, эта традиция родилась еще в первобытные времена. Айяоска содержит диметилтриптомин, один из самых мощных галлюциногенов, известных людям. Но, как ни странно, этот химический состав работает только если был употреблен при определенных условиях. При употреблении ДМТ инактивируется в кишечнике определенными энзимами, поэтому они соединяли его с другими растениями, чтобы ДМТ активировался и попал в кровь. Айяоска Айяоски содержит смесь двух растений. При приготовлении нужно очень хорошо разбираться в растениях, потому что по отдельности эти растения не работают, их надо смешать вместе. Не стоит забывать, что в амазонских лесах 150 тысяч разных видов растений и деревьев. Это серьезное достижение древних химиков соединить эти два растения и создать психотропный галлюциноенный напиток. Но как древние люди, жившие в джунглях Перу, более трех тысяч лет назад смогли найти среди десятков тысяч растений те два, из которых получался напиток, вызывающий галлюцинации? По преданиям амазонского племени Хивару, их предки не сами нашли эти растения. Их направили неземные существа. Шаманы общались с духами и им сказали идти в джунгли, два раза повернуть за угол, так говорится в мифе. Так они нашли растения, принесли в деревню и приготовили как надо. По преданию Айахаска это связь с высшим миром. И вполне возможно это был дар от их богов, которые могли оказаться пришельцами. Если история Хивару о том, как они обнаружили Айахаску правда, возможно ли, что их направляли не духи, а неземные существа? Существа, которые общались с ними на другом уровне реальности. Между 1990 и 1995 годами ученые Университета Нью-Мексико изучали ДНТ, активное вещество Айахаски, испытывая его на 60 добровольцах и получили интересные результаты. Медики испытывали ДНТ на пациентах в условиях больницы и те переживали те же ощущения, которых рассказывают в Южной Америке и в других местах, где используют Айахаску. Потребители Айахаски обычно испытывают зрительные галлюцинации. Многие говорят, что видят других существ. Многие говорят, что получают послание, которое отправляет эти существа. В некоторых случаях эти разумные существа говорили примерно следующее. Мы очень рады, что вы обнаружили это средство. Теперь мы сможем общаться с вами чаще. Возможно, речь тут идет о разумных обитателях других измерений. Почему так много людей сообщают об одних и тех же ощущениях при использовании Айахаски? Может, ДНТ помогает переместиться в другое измерение? Некоторые шаманы верят, что растения, использованные в Айахаске, имеют неземное происхождение, что они прибыли из космоса в виде спор, что они попали на Землю на кометах и стали расти здесь. А возможно, они были посланы специально, чтобы стать средством связи с инопланетянами. Возможно ли, что пришельцы дали древним людям рецепт этого мощного отвара как способ передавать медицинские знания шаманам? Если так, может быть, базовые знания человечества о медицине также были получены от внеземного источника? Гора Хуашань, Китай. Считается, что на этом пике высотой 2000 метров в провинции Шэньси был зачат добродетельный император Шэньнун, правивший более четырех с половиной тысяч лет назад. Документальные источники династии Хань говорят, что Шэньнун не только познакомил человечество с сельским хозяйством, но и хорошо разбирался в китайских травах. Шэньнун дал обет, что он будет путешествовать по миру и пробовать все растения на планете, чтобы определить их пользу для человечества, а также каталогизировать токсичные или опасные эффекты от приема в пищу некоторых растений. Иногда он ел ядовитые растения и впоследствии страдал от отравлений. Почти через две тысячи лет открытия Шэньнуна были собраны в божественной земледельческой классификации трав и корней в медицинском журнале, который стал базой для китайской медицины. Но как этот загадочный человек смог попробовать столько трав, некоторые из которых содержали смертельный яд. Шэньун был необычным человеком. Говорили, что у него был прозрачный желудок. Он съедал яд, а потом смотрел на свой желудок и наблюдал, как яд взаимодействует с организмом, а затем принимал антидоты. так возникает вопрос, не был ли он инопланетянином? Шэньун мог быть звездным существом, которое прибыло на Землю, чтобы передать людям секреты медицины. Это также объясняет его странную внешность и его умение противостоять ядовитым растениям, ни разу не пострадав. Возможно ли, что Шэньун пришелец, который прибыл на Землю, чтобы передать человечеству знания о медицине и о лечебных свойствах растений? И возможно ли, что это связано с употреблением ДМТ, традиции, существовавшей много тысяч лет и помогавшей шаманам общаться с неземными существами? Сторонники теории палеоконтакта считают, что связь есть, и очередные улики могут быть найдены в лечебных ритуалах бушменов. Пустыня Калахари, Южная Африка. Здесь бушмены проводят сложные огненные ритуалы, которые длятся почти всю ночь. Во время таких церемоний шаманы исполняют так называемый трансовый танец, во время которого они добиваются изменения сознания, и переносятся в другие измерения. Трансовый танец должен активировать в теле энергию под названием нум. Эта энергия открывает портал, который позволяет шаманам перемещаться в мир духов. Когда бушмены активируют эту энергию, они могут опускать руки в огонь и не обжигаться. Они могут видеть на большие расстояния, как будто бы всей своей сущностью они превращаются в существ, обладающих суперсилами. Считается, что активизировав энергию нум, шаман может вытаскивать из человека болезни, видеть внутренние органы, покидать свое тело и посещать землю богов. Энергия нум поднимается по телу и часто выходит через макушку. Это бывает, когда шаманы покидают свое тело и переносятся в мир духов. Я видел, как Бушмен положил себя в рот уголек и не обжегся. Они кладут голову в огонь, и хотя их волосы опаляются или даже горят, на их лицах нет ожогов, так что в этой энергии нум что-то есть. Они называют ее кипящей энергией, как будто во всем теле меняются вибрации и даже в какой-то степени ДНК. нум наследуются шаманами и доступны только в состоянии транса. Что, если эти лекари могут переноситься в другие измерения благодаря их генетической конструкции? У бушменов есть предание, что они первое племя, появившееся на Земле. Что они самые древние люди. Анализы ДНК показывают, что, скорее всего, так оно и есть, что все другие культуры, все другие люди на Земле изначально возникли в тех местах, где сейчас живут бушмены. Когда мы смотрим на бушменов, мы видим явные доказательства, что они первоисточник человеческой цивилизации и жизни на Земле. Возможно, что их ДНК особенно хорошо приспособлена к переходу к необычным состояниям сознания, и это их ключ к перемещению в другие измерения. Поэтому у них есть способности, которых у большинства людей нет. Возможно ли, что у бушменов есть тайное знание о том, как менять свою генетическую конституцию, чтобы перемещаться в другие миры? И этим знанием обладают шаманы во всем мире? И возможно, эти знания или силы были переданы им пришельцами? Сторонники теории полеуконтакта верят, что подтверждение связи между шаманами и пришельцами может быть найдено в настенных рисунках, созданных тысячи лет назад. Пещеры Ласко, юго-запад Франции. Обнаруженная в 1940 году рядом с деревней Монтиньяк сеть пещер покрыта рисунками времен Палеолита, созданными более 17 тысяч лет назад. Антропологи считают, что древние шаманы использовали эти подземные залы, чтобы исполнять священные ритуалы. Что интересно, среди многих животных ледникового периода, изображенных на стенах, есть и странное существо с телом человека и головой птицы. Научное название этого существа «териантроп», производное от греческого слова «териан», что значит «дикий зверь», и «антропос», что значит «человек». Ясно, что таких существ каждый день не встретишь. Образы в пещерах похожи на те, что видели шаманы, находящиеся в состоянии транса. Когда они выходили из состояния транса, они рисовали на стенах пещеры, то, что видели в измененном состоянии. А потом они могли немного петь и танцевать. Человек-птица, найденный в Ласко, похож на одного из главных египетских богов Тота. Также можно найти сходство с изображением шумерских небесных богов аннуаков. Неужели это лишь совпадение, что шаманы в состоянии транса видели тех же существ, которых древнейшие мировые цивилизации считали богами? Во всех туземных культурах во всем мире есть рассказы о существах, которых люди видят, покидая свое тело. Можно предположить, что в состоянии сна, в состоянии транса мы посещаем реальные места и встречаемся там с реальными сущностями. Тут сторонники теории поля контакта предполагают, что у людей были одни учителя. Они влияли на все древние культуры и дали нам основы того, чего мы добились сегодня. Где-то 40 тысяч лет назад в человеческом поведении случились заметные изменения. Именно тогда, когда наши предки начали создавать в пещерах первые невероятные рисунки. Ясно, что это не совпадение. И в тот момент, когда появилась наскальная живопись, человеческое поведение резко изменилось, что показывают раскопки. Возможно ли, что рисунки из пещеры Ласко доказательство того, что шаманы на самом деле общаются с пришельцами, как предполагают сторонники теории палеоконтакта. Если шаманы, например, шаманы бушмянов, переживают физические изменения, чтобы наладить эту связь, что это за изменения? Возможно, ответы можно найти в человеческом мозге. Тепест-Лан, Мексика, октябрь 2011 года. Здесь, всего в 80 километрах от Мехико, собираются шаманы из Северной и Южной Америки для того, чтобы отдать дань древней традиции шаманских исцелений. В течение трех дней праздника современные хиллеры танцуют ритуальные танцы, поют песни и играют на барабанах. Эти методы шаманы всегда использовали, чтобы связаться с другими мирами. Возможно ли, что эти практики на самом деле изменяют шаманов и это позволяет им общаться с существами, которых обычные люди не видят? Во многих шаманских культурах у шаманов есть особые инструменты, которые открывают доступ к миру духов. Среди самых важных инструментов шаманский барабан или шаманская трещотка. Это ритмические инструменты. Шаманы выбивают определенный ритм, который помогает им войти в транс и переместиться в мир духов. Мы слышим быстрый и очень ровный ритм, который издает барабан. Благодаря ритму шаман открывает врата разума, давая голос невидимым космическим мирам. Совпадение ли то, что шаманы во всем мире верят, что, повторяя определенные ритмичные движения и звуки, они могут общаться с другими мирами? И возможно ли, что древние ритуалы на самом деле физиологически меняют шаманов? Этому есть объяснение на уровне неврологии. Один из способов изменить сознание – это совершать ритмичные движения. Во многих мировых культурах люди общаются с богами, кружась, танцуя, делая что-то ритмичные. В Калифорнийском университете в Сан-Франциско нейробиолог доктор Адам Газали проводит эксперименты, используя игровые технологии 3D, чтобы понять, как барабан влияет на человеческий мозг. Участники надевают маски виртуальной реальности и затем начинают слышать и видеть ритм. Мы считаем, что если мы научим участника, как извлекать разные ритмы, используя игру, мы сможем усилить ритм мозга, что приведет к большей производительности, повышению когнитивных способностей, улучшению памяти и внимания. Мы в реальном времени пишем то, что происходит в ее мозге. Она слушает ритм, при этом у мозга есть свой, естественный ритм. Когда ритмы зацикливаются и один начинает следовать за другим, происходит подгонка. Так что мы сейчас как бы рота на этой границе? Возможно ли, что ритм и повторяемость являются ключом для поиска нового потенциала мозга? Если так, шаманы знали это тысячи лет. Но используется ли транс на духовных церемониях во всем мире сегодня? пятидесятники проповедующие исцеление верой используют музыку, которая повторяет ритм сердца. Ввод в гипноз часто проводится при помощи маятника. Священники, проводящие обряд экзорцизма, повторяют одни фразы снова и снова. Даже католические молитвы с четкими обращенными к Богу подразумевают повторение молитв и подсчет их при помощи бусин. Возможно, шаманы знали о мозге то, что мы узнаем только сейчас. Они знали, как барабан влияет на мозг. У шаманов мозг работает не так, как у нормальных людей. Я всегда предлагаю думать о нашем мозге как об огромном зале с огромными механизмами внутри. одни механизмы работают, другие мертвы. У шаманов работают механизмы, которые не работают у других людей. В этом разница между мозгом шамана и нормального человека. Что, если шаманы нашли способ общаться с пришельцами внутри человеческого мозга? Может, такие возможности есть у всех людей? Может, нам предстоит узнать об этом? перейдя в 21 век, мы все хотим узнать то, что когда-то мы знали. Мы хотим узнать это снова. Мы хотим поверить, что наши возможности безграничны. Мы можем начать ощущать все это снова через шаманизм, через посредников. Шаманы всегда обладали продвинутыми знаниями. Они двигали людей в будущее. Они могли лечить и демонстрировали бесконечность нашего разума. Если шаманы на самом деле общались с богами, то мы наглядно видим, как пришельцы направляли нас в течение человеческой истории. Можно сказать, что во многом они создали нас. И даже сегодня они управляют нами и ведут нас в прекрасное будущее. Что если в прошлом шаманы общались с неземными существами? Возможно ли, что через этих духовных посредников пришельцы могли влиять на человечество? И возможно ли, что небесное управление продолжается сегодня? есть шанс, что однажды мы узнаем, что ключ к общению с нашими неземными предками не в современных технологиях, которые несут нас к звездам. Возможно он в способностях, которые давно заложены в нас. в в в в в Продолжение следует...